Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Хорошего вам настроения! Сегодня мы катаемся на СУ-130ПМ. Это ПТ-шечка 8 уровня, премиумная. Она у нас появилась в магазине за золото. Вот в таких вот предложениях. Есть просто голый танк за 8,5 тысяч золота и комплект СЛТ-432. Здесь два танка, два камуфляжа. Здесь легендарный камуфляж на СУ-130ПМ Шрам. Вот. И на ЛТ-432 вот такой вот камуфляж Пламя Битвы. Вот. Ну, он анимированный. В принципе, выглядит очень достойно. Вот. Здесь еще два приказа на контейнеры. Собери их все. То есть в сумме вы можете получить еще 4 контейнера и еще оборудование. В целом, очень вкусное предложение. Но я бы не сказал, что я бы советовал его взять. А вот брать ли СУ-130ПМ за 8,5 тысяч голды. И сегодня покатаемся, посмотрим и разберемся. Поехали. Если понравится, обязательно не забудьте поставить видосику лайк. Вот. И желательно подписаться на канал. Мне было бы очень приятно. Так. Давайте попробуем зайти в бой. Очень долго заходит. Мы сегодня на американском сервере на аккаунте моего друга. Вот. Спасибо ему за то, что разрешают мне показывать вам танчики. Вот. Так. Давайте попробуем. СУ-130ПМ такая, в принципе, интересная машинка. Вот. Она очень своеобразная. И на ней играть надо очень аккуратно. Сегодня мы попробуем. Вот. Я надеюсь, что максимально доходчиво вам все расскажу и покажу. Так. Ну, что у нас? Давайте попробуем помочь, наверное, тяжикам для начала, да? Видите, как она с башней. Вот. У нее вертится башня. Но она вертится не полностью. То есть она вертится на 70 градусов в одну сторону и на 70 градусов в другую. То есть вправо и влево по 70 градусов. То есть если вы захотите пострелять назад, то видите, вот все максимально. Вот так вот пушка поворачивается в сторону. То есть назад пострелять вы не сможете. Но играть на ПТшке надо реально очень аккуратно. У ПТшки, ну, отсутствует броня, можно сказать. Поэтому это тоже надо обязательно учитывать. Так что не старайтесь не подставляться. Давайте попробуем в кого-нибудь пострелять, если получится. Так. На фланге вроде как никого нет. Здесь у нас все. Ну, видите, какая приятная альфа. Так, ну, мы уже засветились. Надо уезжать. Потому что если только вы где-то засветитесь, сразу вам прилетит. Потому что, ну, реально, реальная броня просто отсутствует напрочь. Вот. И его просто нет. Вот. Обязательно вам потом покажу разбор всей брони. Эх не успел я прострелить, к сожалению. Ну, ничего страшного. Сейчас мы еще попробуем. Давайте попробуем поддержать как-то наших союзников. Наверное, с другой позиции. Так, сейчас попробуем. Вот у нас ребятки, да? Выезжают. Попробуем. Панзер, он наверняка еще вылезет. Давайте наугад стрельнем. Попробуем. Надеюсь, что я смог прострелить. Очень неплохо. Ну, такой, в принципе, ДПМ вот не то, чтобы неплохой. Вот. Достаточно такой... Не крутой, я бы сказал, для такой ПТшки восьмого уровня. Но это компенсируется тем, что у вас есть башня. Поэтому, в принципе, это нормально. Видите, как даже пробития немножко не хватает иногда. Вот. Ну, я думаю, что здесь все будет хорошо. Сейчас мы просто... Видите, какая подвижная ПТшка. Вот. У нее с подвижностью все хорошо. Реально все очень-очень неплохо. Вот. То есть она может быстро менять фланги и позиции. Так что... Ну, давайте попробуем доиграть. Тут, конечно, будет немного сложновато. Против нашей стали реально тяжи. Ну, попробуем сейчас пострелять в них. Вот у нас дядька. Видите, орудие очень быстро сводится. Реально для... Даже для ПТшки довольно быстро сводится. Вот. Такое. Нехило это преимущество в бою, я вам скажу, дает. Так. Ну, я, конечно, очень смело заезжаю, наверное. Но надо пробовать. Блин. Наши как-то лезут и сливаются потихонечку. Очень-очень это плохо. Давайте попробуем вот так вот скатиться. Немножечко, конечно, ХП я себе подуберу, так сказать. Но зато мне надо забрать вот этого дядю. Обязательно. Иначе у нас не будет никаких шансов просто здесь выиграть. Так. Сзади у нас Тигр-П. Ну, не знаю. Вряд ли мы, конечно, сможем затащить. Вот. Но я постараюсь. Вылетает максималка. Видите, по мне сразу начинают стрелять фугасами. Почему так происходит? Потому что ПТ-шка реально пробивается фугасами. Вот. Очень неплохо. Как видите, да? У него проходит полный урон. По мне. Так. Давайте еще попробуем. Надеюсь, не заберет меня. Ну, я... О, отлично. Не успел нас забрать. Все. Есть еще шансы. Реально есть шансы. Все. Отлично. Затащили. Вот такая вот ПТ-шечка. Ну, в открытое противостояние, конечно же, как я, желательно не вступать. Вот. Но, как видите, все равно, ну, иногда надо поддерживать. Лежит своих союзников и лезть вперед. Приходится-то блиц все-таки. Вот. Но так делать я вам, конечно же, не советую. Просто тут была такая ситуация, когда надо было забирать. Ну, вот 3600. В принципе, мы настреляли. Реально приятная ПТ-шка. Ничего не могу сказать. Но играть надо крайне аккуратно. Вот. Смотрите. Фарм. Все есть. Давайте посмотрим, есть ли у нас бустер кредитов. Сейчас посмотрим. Смотрите. Да. Бустер кредитов есть. Но он не очень, как бы, много дает. Да. Поэтому фарм, ну, выше всяких похвал, я считаю. Ну, тут, конечно, еще медальки, да. Вот. Но, в принципе, я думаю, очень достойно. Давайте посмотрим на сравнение с другими танчиками. Смотрите. Вот накидал максимально похожих. Это у нас Скорпион, да. С башней только. И Дефендер. Вот. Все остальные у нас идут без башни. Но, в принципе, сравнить тоже можно. Так. Давайте, смотрите. ДПМ. Один из худших на уровне. То есть, это реально не очень много. То есть, перезаряжается довольно долго для ПТшки восьмого уровня. Реально. Вот. Только у Дефендера хуже, но у Дефендера барабан. Поэтому тут ему можно, так сказать, пробитие хорошее. Вот. В принципе, хватит вам пробивать восьмерки и даже девятки. Вот. Ну, а если нет, то есть голда. Да, тут сумасшедшее пробитие. Вот. Так что вы можете заряжать. Вот. На фугасах пробитие тоже, в принципе, нормально. Иногда можно залепить фугасами кому-то в борт или корму. Вот. Альфа 460. Это самый лучший показатель на уровне. Все очень приятно. Выехали. Дали на 460. Вот. И это очень круто. Ну, вот именно среди премиумных и коллекционных. Это самый лучший показатель на уровне. В принципе, вот лучше вы не найдете. Очень приятно вжухать на такую альфу. Вот. Сведение. Самое лучшее на уровне. Пушка максимально приятная. И разброс тоже очень приятный. Вот. То есть на дальняк постреливать прям, ну, очень хорошо. Вот. Поэтому это вот ПТшка дальней дистанции реально. Вот. Но при движении и повороте башни прицел, ну, так, нехило расходится. Поэтому у ПТшки есть башня. Ну, в принципе, поэтому это не так чувствуется, я бы так сказал. УВН и минус 7. За всякие бугорки вам, ну, не сильно комфортно. Но пострелять можно. Вот. Вот. И углы горизонтальной наводки 70 градусов. То есть, как я уже показывал, орудия вертятся 70 градусов вправо и 70 градусов влево с помощью вот этой вот башни. Вот. Не так, конечно, как у Скорпиона красиво на все 360. Вот. Но. Точнее, 180. Вот. Но все равно круто. Вот. Вам не придется доворачивать корпусом при... И у вас будет такой вот большой обзор. И вам можете прострелить врага, не доворачивая корпус. Как у многих ПТшк. Видите, там, по 10 градусов, по 20. Вот. У ИСУ-130 вообще влево 2 градуса. Это ужас какой-то. Вот. Так что, вот такой вот прикол. Ну, приятно. Приятное орудие. Реально приятное. Вот. Скорость при этом лучше всех почти. Ну, то есть, у Скорпиона там 55, да. Но здесь 50 км в час вперед и назад. ПТшка двигается шикарно. Вот. И при этом у нее самая крутая удельная мощность. То есть, у нее самая офигенная подвижность среди всех ПТшек 8 уровня. То есть, у нее самая подвижная ПТшечка. Вот. Даже канун Мехпанзер чуть... Ну, ладно. У него, в принципе, проходимость по грунтам. Ладно, тут я немножко соврал. Канун Мехпанзер будет чуть-чуть получше. Вот. Но все равно. Второе место это очень достойно. Вот. И скорость поворота шасси. В принципе, очень неплохо для ПТшки 8 уровня. При этом маскировка. Более-менее неплохая. То есть, ну, реально переплевывают многие ПТшки. То есть, будете из каких-то кустов стрелять и не засветитесь. Так что, в принципе, очень приятно. Вот. Доходность 175%. Здесь вообще никаких подводных камней. Шикарно фармит. Вот. Для фарма, в принципе, если вам нравятся ПТшки. Вот именно постреливать издалека. Чисто позиционная война. То для вас этот танк, в принципе, подойдет. Вот. Я думаю, что для фарма это будет вам идеально. Вот. Процент побед. В принципе, неплохой. То есть, ПТшечка среди премиумных и коллекционных находится на втором уровне. Ну, на втором месте, так сказать. После WZ-121GFT. Вот. Она у нас самая эффективная. А СУ-130PM у нас на втором месте. Я думаю, считаю это, в принципе, очень достойно. Вот. При том, при том, что у ПТшки вообще нет брони. Вот. Я вам показываю схему бронирования. Я вам сразу скажу. Я когда вижу СУ-130PM или Скорпиона, я всегда заряжаю сразу фугас. Я знаю, что эти танки, ну, пробиваются фугасами просто шикарно. Вот. Нижний бронелис пробивается фугасами. Башня шикарно пробивается фугасами. Здесь вообще всего 10 мм брони. Сзади вообще ноль. Это просто вот такой вот хитбокс. Короче, с нулем брони. Сюда прилетают любые фугасы. Вот. И в башню спереди тоже. Вот. И, ну, в принципе, в принципе. Вот этот вот бронелис под большим углом находится. Вот. В него может вам залететь случайное непробитие. Я бы так сказал. А так, на какую-то броню здесь просто не то, что надеяться. Вас обязательно пробьют фугасами. Любые танки. Это всегда надо учитывать. Вы видели? Лев пытался меня прострелить фугасами. У него это достаточно неплохо получалось. Поэтому это всегда надо учитывать. Всегда держать дистанцию желательно. Сзади, понятное дело, тоже нет брони. В общем, как-то так. Броня у танка пробивается пальцем. Поэтому я думаю, что говорить о броне нечего. Вот. И всегда опасаться фугасами. Если где-то какой-нибудь СУ-152 или ИСУ вас увидит, то обязательно там борщ какой-нибудь, вафля и так далее. Все вам, крушитель, все вам обязательно принесут подарочек в виде тысячи урона. Вот. Фугасом. Так что всегда опасайтесь данных танков. Если играете на СУ-130ПМ. А если играете против него, только видите, сразу зажигайте фугас. Вот вам мой совет. Давайте еще попробуем боячек сыграть. О, наконец-то нас кинуло в бой. Очень долго было. Я немножко вырезал этот момент, чтобы вы не ждали вместе со мной. Потому что, ну, там почти 3 минуты заходило в бой. Это ужас какой-то. Ладно, давайте попробуем еще поиграть. Вот у нас ПТшечка наша, да? Ну, блин. Ну, в принципе, я думаю, что для ПТ-водов вот она будет очень-очень даже неплохой. Вот. Поэтому играть на ней вполне себе очень даже можно. Так, а как бы нам так встать, чтобы у нас было не сильно видно, да? Ладно, сейчас попробуем. У нас ребята у нас тут, да, уже прячутся. Какие-то. Так, вот у нас ребятки заезжают, да? Отлично. Первый клиент есть. Ну, видите, как светится. В принципе, ПТшка светится. Если, вот, допустим, вы, ну, как бы, пытаетесь, так сказать, с небольшого расстояния прострелить, то, в принципе, ПТшка засвечивается. То есть. Ну, как видите, пробития хватает, там, пробивать, там, как говорится, облегченку в башню. Поэтому, в принципе, вообще очень даже приятно, я бы сказал. Вот, пробитие неплохое. Так, не успел, не успел. Чуть-чуть забрать. Сейчас наши давят. Отлично все. С этим все хорошо. Давайте еще попробуем пострелять в кого-нибудь. Ай, вот это было больно и неприятно. Так, забираем чареотира. Готов. Отлично вообще. Все идет хорошо. Хватит зарядим адреналин и попробуем пострелять. Я уже не буду добирать Т-49. Лучше побольше альфы вынести. Я думаю, они и сами его заберут. Так, ну, давайте продолжаем давить вместе с союзниками. Видите, я как уже немножко лезу, но я понимаю, что союзники есть. Вот, и они нас обязательно прикроют. Поэтому я просто нагло просто заезжаю. Вот, и уже расстреливаю врагов. Потому что, если союзников не будет, то, естественно, лезть никуда вообще не стоит. Вот, всегда играйте только от них строго. Если вы где-то попадете в какую-то открытую перестрелку с врагом, то вы, скорее всего, не вывезете эту перестрелку, потому что у танка, ну, реально нет брони вообще. Так, осталось найти только... Кто у нас там, Дракула, да, остался? Так, ну, сейчас будем смотреть. Где же он, где же он? Ага, вот и Дракула, да? Давайте попробуем у него еще пострелять, если успеем. Чувачок прямо так прятался весь бой. Бедолага. Покеда, Дракула. Ну, вот так вот, в принципе, довольно несложно. Мы настреляли 4 фрага. И вот такой вот неплохой бой вроде бы получился. Сейчас посмотрим, что мы настреляли. 2800. Вообще, без всяких особо напрягов. Вот. Главное всегда чувствовать поддержку каких-то союзников. Вот. И реально, как вот поддержка союзников, это просто идеальный танк. Я так считаю. Но желательно, конечно, держать дистанцию. Вот. Вот такой вот обзорчик, ребят. Ну, танчик фармит реально. В принципе, мне даже очень-даже понравился. Я, честно говоря, не ожидал от этого танка чего-то суперкрутого. Но он довольно приятный. Реально, очень приятное орудие. Хорошая подвижность. Вот. Мне в целом понравилось. Если вы реально ПТ-вод. И вот вам нравится ПТ-САУ. И вы вот любите такую позиционную перестрелку издалека. То, я думаю, в принципе, за 8500 золота можно и взять. Вот. Хотя, конечно, сейчас продаются такие танки, как Акула. Там 252У за те же 8500. Поэтому, если вы не фанат ПТ-шек, то лучше возьмите что-нибудь другое. В общем, как-то так. Ребят, вот такой вот обзорчик. С вами был Ежаня. Отличнейшее вам настроение. Вот. Обязательно поставьте видосику лайк. Подпишитесь на канал. Мне было бы очень приятно. Будет еще много интересного. Стараюсь сделать для вас максимально полезные видосики. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok